У нас в гостях Яна, да, все, может быть, уже знаете, может быть, все уже знакомы, потому что у Яны кофейня недалеко от нас, да, в Баноме, и часто... Нескромно так, да, спасибо. Поэтому, да, я думаю, мы часто и гости там, и вот познакомились, и сегодня пригласили, хотели бы узнать о бизнесе, спросить о бизнес-леди, о бизнесе. Бизнес и женский взгляд на бизнес. Женский взгляд немножко, он не сильно логический, возможно, как у мужчины, но это вам же интересно узнать, как женщина на это смотрит, правда? Да, поэтому сегодня, если у вас есть какие-то специальные вопросы, пожалуйста, не стесняемся, задаем, да, или доспрашиваем мои вопросы. Итак, мой первый вопрос. Как появилась идея бизнеса? Сейчас расскажу вкусно. Все смотрели фильм «Джульет Бинош. Шоколад». Нет? Смотрим. Там главная героиня – женщина, которая открывает шоколадную лавку. В главной роли – Джульет Бинош. И это настолько приятная история, когда к ней все приходят, а она настолько удивительно всех людей притягивает, им всем хорошо. Во-первых, вкусно, во-вторых, ароматно, в-третьих, атмосферно. У меня всегда была идея, что мне бы хотелось небольшую кофейню. Я пилила мозг своему мужу. То есть очень-очень много спрашивала и говорила. Да, я говорила периодически, что было бы неплохо, если бы у нас была такая кофейня. Потому что не на пустом месте она возникла. Наша семья занимается кофе, кофейными аксессуарами. Я понятна, ведь я потихонечку понятна. Да? Все хорошо? И у нас есть интернет-магазин. Но чтобы как-то людям можно было попробовать, продегустировать кофе, товары, которые у нас есть, подержать в руке, потрогать, очень удачно вписывалась идея открыть небольшую кофейню, которая бы в розницу могла продавать все наши товары и кофе. Получается, что больше сейчас мы не просто продаем кофе, а мы предлагаем, и не только предлагаем наши товары, но у нас больше коммуникации, дружественных связей. Отсюда у нас возникла дружба с прекрасным X-Lingua. И очень много людей, которые рассказывают другим, что здесь вкусный кофе. Потому что когда к тебе хорошо относятся, и когда тебе приятно заходить снова, тогда кофе становится вдвойне вкусным, на мой взгляд. И таким образом у нас сейчас эта кофейня функционирует. Также люди, которые ищут свои товары в интернет-магазине, могут у нас их купить в нашей кофейне. Это как точка самовывоза заказанных товаров в интернет-магазине. Самовывоз. Сам приехал, получил, увез. Вывозить. Вывозить. Транзитив с префиксом, да, вывозить. А это когда ты сам это делаешь, да? Не тебе везут, а ты сам приехал и вывез. А поскольку Невский проспект, центр города, рядом метро, очень удобно. На метро варку сложно немножко найти, но можно постараться, можно позвонить. И можно товар, который заказали в интернет-магазине у нас купить. Есть ли это петербуржцы, люди, которые живут в Санкт-Петербурге. Вот, так вкратце. То есть вдохновение пришло от фильма? Да. Лично моё от фильма. О, интересно. Хорошо. А трудно ли начать бизнес в России? Есть ли какие-то, может быть, нюансы специальные? И трудно ли бы это было? Чтобы что-то начать, нужно сначала что-то изучить, да, что вы хотите начать. И, конечно, был такой хороший последовательный этап подготовки. Нужно было узнать информацию, какие документы нужно, чтобы открыть кофейню, разрешение. Какая лучше форма должна быть, юридическая? Но чтобы не вдаваться в детали, есть разные юридические формы. У нас, например, это упрощённая система налогового положения. Доходы минус расходы. Налоги? Что такое налог? Тексис. У нас это упрощённый вариант для кофейни. Простая. Простая форма. Нужно было это изучить, открыть специальное юридическое лицо. Посмотреть все документы, составить меню, составить ТТКшки. ТТКшки это... Что это? ТТК это аббревиатура для карт и меню. Не уходим дальше мы в дебри. Это уже разговорный язык. Нужно было, во-первых, найти помещение самое главное. Потому что на помещение очень много уходит времени. Помещение достойное, хорошее в центре. И чтобы не такое дорогое. А Невский проспект, это центральная улица. Там аренда на помещение очень высокая. Это занимает очень много времени. И вот мы случайным образом нашли этот бизнес-центр. Помещение, которое нам сейчас в аренду сдаётся. Раньше оба этажа принадлежала Озону. Озон над нами, пункт выдачи книг. И это, конечно, очень долгое время занимало. Ну, в общем-то, я до этого много очень в интернете смотрела, как нужно было оформить помещение. А поскольку у нас итальянский кофе, нам хотелось какую-то итальянскую историю. Но здесь есть взгляд мужской на атмосферу, которую ты создаёшь, и женский. Нужно было как-то сойтись. Ну, вот в конечном итоге то, что мы сейчас имеем. Всегда идею какую-то и тренд задаёт, наверное, мужчина. А женщина, она уже создаёт атмосферу. Ну и вот моя миссия создавать атмосферу в кофейном баре, на мой взгляд. И причём у вас очень хорошо это удаётся. Да. Как раз к вам приходим за идеей, за атмосферой. Расслабиться, отдохнуть, поговорить. Поговорить, да, спасибо. Женщины вообще любят разговаривать. Но тут главное середину соблюдать. Когда очень много говоришь, то я потом сил нет. Так что вот. Да. Следующий тогда мой вопрос. Что больше всего тебе нравится в своей работе? Есть какие-то, может быть, самые любимые моменты? Да, но мне нравится получать от людей позитивный фидбэк, ответную реакцию. Когда я вижу, что им нравится. Когда ты просто приносишь под нос, там стоит вкусный кофе и просто эклер, и красиво положен, и тебе говорят, как красиво. Всё, это дорогого стоит, это счастье. Когда вам говорят, так вкусно, значит, всё у тебя получилось, цель достигнута. И когда говорят, вы знаете, о вас ходят легенды. Где? Какие? В соседней арке говорят, что у вас вкусный кофе. Это просто всё. Ты на седьмом небе. Быть на седьмом небе от счастья. Вы брали этот фразер? Кто-то, скорее всего, брал, да, знаете. Быть на седьмом небе, то есть быть очень счастливым. На седьмом небе от счастья. То есть и тогда ты на седьмом небе. Ну вот это, если так кратенько. И, конечно, коммуникация и общение с людьми и новые знакомства. Потому что, когда ты общаешься, ты постоянно что-то узнаёшь новое. И люди к тебе приходят и говорят, а вот вы знаете, вот только что пришла девушка, я давно хотела до вас дойти. Мне о вас рассказывала там Лена. А Лена оказалась моя экс-коллега по работе. Лена, прекрасно, Лене, привет. Лена в Турции. Я уже передала привет. А как вас найти в Инстаграм? А как указать геолокацию? Пожалуйста, пожалуйста, делайте всё. Потому что гости, ваши гости, они вас рекламируют дальше. И поэтому это супер, это работает. Да. Но если мы говорили о позитивных моментах, есть ли какие-то негативные моменты тоже? Скорее всего, уже встречаются в ежедневной рутине какие-то негативные моменты. И если не очень конкретизировать, может быть, в общем... Коммуникация может быть позитивной, а может быть негативной. Да? Вы же знаете. Есть люди, с которыми вы легко сходитесь, а есть люди, с которыми, ну, очень тяжело, и на второй минуте ты начинаешь дымиться. Потому что он может негатив весь на вас слить. А вы можете только стоять и слушать. Да, 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 да. Так вот в этих случаях лучше думать о своём, говорить да, 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 и ни в коем случае не спорить. Вот вам, пожалуйста, вы правы, всего доброго, до свидания, мне нужно работать. И я очень легко приспособилась, когда я понимаю, что, ну, я человеку уже своё мнение не навяжу, ничего не докажу. Я говорю, мне нужно работать, я могу на кухню пойти работать. Тогда девочки на меня смотрят, так, я могу тут остаться, вы пойдите поработайте. То есть ты понимаешь, что нет, всё. Ну, ты уделяешь этому человеку минуту хотя бы, а дальше всё. Нужно как-то прекращать эту историю. И вежливо ты как-то завершаешь эту историю. Дальше ведь есть люди, которые приходят и высасывают эту энергию. Ты в конце дня, может быть, вампиры, да? Эмоциональные вампиры. Ты уже не можешь, у тебя сил нет ни разговаривать, ни улыбаться. И самое главное в течение дня научиться от этого себя защищать. Может быть, это старое русское поверье или ещё что-то. Но защиту можно строить легко. Можно поставить такой видимый колокол создать. А вы все видели православные храмы там. Колокол. Такое что-то, да? И вы так с ним разговаривая, себя защищаете, думаете, о, я не задымлюсь, всё хорошо, у меня защита. Ну и всё, экранируете его от себя. Ну, убираете. Это один негативный момент также в коммуникации, да? Второй негативный момент. Любая работа – это рутина. Мне тоже надоедает раз в неделю ездить там что-то закупать на протяжении двух лет. Ну, неважно. Я придумываю в течение двух лет. Я придумываю что-то новое. Даже когда я еду, я сегодня открываю окно и думаю, боже, шикарный день, солнце. Ну, не думая о том, что я покупаю, сегодня солнце. Едешь и делаешь. Ну, потому что только степ-бай-степ. И, ну, это как, знаете, теория маленьких шагов. Только если ты будешь двигаться и не останавливаться, и что-то добавляя новое, у тебя что-то получится. Вот так вкратце. Я много не люблю негатива собирать, поэтому всё хорошо. Так, два момента достаточно. Ну что, будем рассуждать, что всё негативное, ну тогда всё негативное и притянем. Не надо, много негатива нет. Бывает что-то надоедает. Ну, неважно, наступит другой день, и ты на это смотришь по-другому. Как раз следующий был вопрос, да, как избавиться от этого негатива и как себя настроить на работу. Ну, в общем. Да, главное много не думать. Как ещё говорила Скарлетт Ухара, не буду об этом думать сегодня. У нас же женский взгляд. Подумаю об этом завтра, да. Ну всё. Я подумала минуты, хватит, всё, баста, закрыли тему, едем дальше. Новый день, новые идеи. Ну, пусть даже идёт дождь, какая разница. Это же закон природы, ты же не можешь изменить дождь. Ну, значит, так всё. Так же и людей других. Ну, у тебя встречаются люди на этом пути какие-то такие негативные. Ну, значит, для чего-то. Чтобы научить чему-то. Ну, ты же не мести, ты даже, может, научить не можешь. Главное, научиться реагировать на них правильно. Не загрузиться, не впускать в себя этот негатив. Хорошо. Есть у кого-то вопросы? Или я продолжаю свои? Всё, пока думаете. Хорошо. Ладно, такой вопрос. О чём, например, может быть, кто-то из нас или вообще задумывается о том, чтобы начать свой бизнес? Что, какие-то рекомендации от уже знающего человека людям, которые только хотели бы начать этим заниматься, например? Какие-то рекомендации, да, может быть, эмоциональные? Сначала нужно просто, чтобы не распыляться, нужно понять, что ты хочешь конкретно. Потому что я сначала думала, о, мне нужна лавка, где будет кофе, товары, сезонные товары, осенью, я не знаю, лопаточки для сада, не знаю, там одежда для детей. И вот когда у тебя очень большой спектр твоих желаний, меньше реализуешь, у тебя нет возможности реализовать, нужно чётко выделить что-то основное, что ты хочешь. Ну вот, например, в нашем случае сейчас, если кофейня, кофе и панини, да, и потихонечку добавляешь что-то другое. То есть цель свою сузить чётко, конкретно. И тогда уже на конкретную цель ты можешь дальше потихонечку опять-таки шаг за шагом, степ-бай-степ что-то добавлять. И изучать, изучать вопрос, если ты хочешь открыть какое-то заведение, ещё что-то, что нужно для этого. Разговаривать с людьми, у которых уже есть бизнес, ходить вокруг, если это какое-то общественное заведение, смотреть, сколько людей ходит вокруг, сколько тебе потенциально могут зайти. То есть прорабатывать вопрос, а для этого нужно время и не торопиться. Ну, нужно какой-то баланс соблюдать, потому что если ты очень торопишься, ты можешь что-то упустить, а потом ты думаешь, о, а это можно было бы сделать проще. А здесь, то есть там, я не знаю, очень много детально тоже совершенно углубляться нельзя, ты можешь засесть в этом и никогда не открыться. Но какую-то золотую середину найти нужно. И в изучении информации, и в подборе, я не знаю, твоего меню, в выборе, ещё что-то, во всём какой-то баланс соблюсти. Не сильно уходить в детали, и не сильно много времени на это тратить совсем, потому что так можно годами сидеть, хотеть и ничего не сделать. Это конкретизируя цель, очень чётко к ней просто идти. Всё понимаете? Если вдруг что-то не понимаете, останавливайся. Говорите, Яна, говори проще, я могу. Я могу, это хорошо, прекрасно. Ладно, тогда мы уже поняли, да, рекомендации услышали. Есть ли какие-то, может быть, характеристики у тебя в голове, в твоём представлении, как должен выглядеть, и каким должен быть, каким должна быть бизнес-леди? Кем должна быть бизнес-леди? Кем должна быть бизнес-леди? Меня сложно назвать бизнес-леди на самом деле, потому что я... У меня есть тоже минусы. Я слишком коммуникабельная иногда и слишком открытая. Так тоже нельзя, да, нужно как-то более жёсткой, наверное, быть в чём-то. Но я такая, какая есть, да, и, наверное, поэтому людям это нравится, открытость, которая к нам снова приходит. Всё зависит от сферы бизнеса, мне кажется. Есть леди, которые должны быть железные, там, не знаю, войти, ещё в чём-то чётко сделать. А в сфере услуг она должна быть открытой людям, да, готовая с ними пообщаться. Ну, в меру, в меру. Вообще всё в меру. Ну и, знаете, есть такое понятие, я в американской книжке почерпнула в сфере услуг, это обнимать своих гостей. То есть если ты обнимаешь, а объятия — это всё, да. Обнять ты можешь их, если ты предложишь зонтик, а идёт дождь. Ты можешь открыть дверь. Вот эти мелочи, они, ну, и создают этот бизнес, да. То есть всё зависит. И если это у тебя натурально, естественно, и ты не играешь, ну, ты такой какой ты есть, тогда всё получается. То есть ты открыл дверь, ты увидел, что тебе ребёнок идёт, едет в коляске с мамой, ты открыл дверь и помог занести коляску. И вот это вот природное, натуральное, оно же очень чувствуется, потому что вся эта наигранность, она тоже чувствуется. Когда ты играешь, ну, и здравствуйте, и понимаешь, что ты улыбку натянул. Ну, это видно. А люди же не глупые. Надо понимать, что люди не глупые, они умные, такой же, как ты. То есть все такие, как ты, да. То есть, мне кажется, тут опять-таки вот этот баланс во всём. Говоря о балансе, как ты хорошо подводишь к нам вопросам. Наоборот, да. Говоря о балансе, да, получается, бизнес-леди, мама, жена. Как всё успеть? Во всём без фанатизма. У нас сейчас общество, что касается детей, детоцентрично. У нас сейчас ребёнок воспринимается не субъектом, а объектом. Всё для детей. Центр. Например, на детях делаются деньги. Для детей кружок такой-то, кружок. Кружок, это как секция, экстра-экстра уроки. Да, как экстра-экстра уроки. Экстра-экстра активность. Плавание для детей. Монте-сори для детей. Шахматы для детей. Английский для детей. Английский прям с пяти лет сразу. Я видела недавно объявление с трёх месяцев. Английский с трёх месяцев у нас. Я считаю, это шок. Очень продуктивно. Очень продуктивно. То есть на детях делаются деньги. Нужно просто чётко понимать, что не надо всё. Не знаю, всем не должен ребёнок заниматься. Он должен тоже уметь быть ребёнком и находить время играть. Поэтому если ты мама, то ты мама тоже в меру. Сын, тебе нужна помощь с домашним заданием? Да, мамочка, посиди со мной. Нет, ты сам. У мамы дела на кухне. Если у тебя есть вопросы, приходи. Ну вот так мы с ним взаимодействуем. Ну ты меня вдохновляешь. Ты со мной посиди. Я говорю, не-не-не, я не могу. У меня нет времени. У меня ещё свои дела. То есть ты себя не должен забывать никогда. Потому что самое главное всё равно ты у себя. Потом ребёнок. Ну и семья. То есть ты смотришь, что ты пропорционально равные куски времени отдаёшь всему. И себе в том числе тоже. Потому что ты, будучи мамой и женой, тоже должна что-то делать для себя. Я учу итальянский. Хожу два раза в неделю. Не трогайте. Это моё время. Это моя зона. И у нас очень сложно. Люди некоторые пытаются залезть на твою территорию. Нет, сын, вот это мой стол. Это моё. Вот у тебя там твой. Ты там будь, пожалуйста. Это моё. Это мамино время. Это мамино итальянский. Вот это сейчас я. Вот там ты. То есть очень чётко эти зоны показывать. Не стесняться. Я думаю, это наша советская, может быть, советская металлитет. Возможно. Что всё общее. И сейчас это, конечно, очень трудно. Иногда бывает в метро так же. И вы, может быть, знаете ситуации в очереди. Да, когда все хотят быть, вот занимать твою территорию. Ты так чётко очерчиваешь. Чуть-чуть меняется время и люди меняются. Поэтому это трудно. Согласна. Ну и потом для меня был шок, например, в Германии, когда я была студенткой. Ну как шок. Что у иностранных студентов должна быть своя комната. В наших общежитиях по 3-4 человека в одной комнате. То есть тут кровать, тут кровать, тут, тут. А задание ты выполняешь по очереди. И это было нормально. Ну мы в таких условиях жили. А сейчас ты понимаешь, что, естественно, тебе комфортно, что твоя территория, чтобы ты не задымился. Дым. Иначе пойдёт от такого количества людей. Дым, понимаете? Дым. Когда мы делаем огонь, да, получается огонь, а потом дым. Иногда, когда слишком голова много работает. Ты можешь сказать, у меня голова дымится. Так, это мы про зоны, да, говорили? Ну то есть вот, и сейчас уже абсолютно чётко ты понимаешь, что ну хотя бы 2 человека в комнате ты выдержишь, но только определённое количество времени. Да. И итальянский, услышала итальянский, да, какое-то хобби для саморазвития. То есть не касающиеся бизнеса, например. Но что для души? Ну вот итальянский тоже для души, потому что я закончила факультет иностранных языков. У меня немецкий основной, английский второй. И чтобы голова дальше работала, итальянский я выбрала намеренно, в принципе, и для бизнеса, и для души, да, потому что в Италию тоже приходится ездить. Ну тут комбинирование. Ну и ещё я люблю фотографировать. Пусть не профессионально, но мне очень нравится. Я люблю эстетичные, красивые вещи и эмоции. Если я вижу... О, помнишь, мы тебя фотографировали? Там были мегаэмоции, да, на скамейке. И я люблю фотографировать. И ездить, конечно, путешествовать. Потому что когда ты путешествуешь, ты как раз-таки видишь те идеи, которые можно реализовать потом. Потому что сколько нас на нашем земном шаре, национальности, и у всех свои головы индивидуальные, и сколько идей. Иногда ты думаешь, уже невозможно что-то придумать. Придумано. Гениально. Я сложно говорю? Нет? Не скромничать. У нас все молодцы. У нас большие сегодня уровни собрались. Поэтому все должны понимать. Вопросы, пожалуйста. Давай. Я был в вашем конференции. Давай в твоём. Мы с тобой давно, но ты. Там очень хорошая атмосфера, но я хочу узнать, какая у вас самая важная способность? Особенность? Способность. Способность как... К чему? К чему? Моя способность к чему? Что у меня лучше всего хорошо получается? Обнимать клиентов, гостей. Ну, мне кажется, у меня хорошо получается. Сервис. Главное, сервис. Потому что бывает, может быть, вы встречались, бывает, ты зайдёшь в магазин, где работают старые советские женщины. О, ни улыбки, ничего. Вам что? Ну, всё понятно. И ты говоришь, а, у меня, пожалуйста, два куска колбасы. То есть это, конечно, вот с тех прошлых времён осталось. А у нас было время, когда не было ничего. Я в седьмом классе или в восьмом стояла всю ночь за шубой. Мне дали номерок 873. Я стояла всю ночь, чтобы получить шубу. Шуба – это пальто из меха для зимы. Я не из Санкт-Петербурга, Ижевск. Ближе к Уралу. Зимой холодно. Я стояла всю ночь, чтобы купить пальто. И я знаю, как это бывало. Я была пионером. Пионер, комсомолец, вы не знаете. Красный галстук. Владимир Ильич Ленин. Это пионеры. Я была пионеркой. И я была ещё октябрёнком. Я только комсомольцем не была. Да я вообще уже архи-старая женщина. Архи-старая женщина. Шутка. Поэтому, знаете, как бы ты вот это всё можешь в сравнении оценить, как было и что стало. И когда ты реально всё это прожил, ты некоторые вещи ценишь больше, возможно. По-другому на них смотришь. Ценишь, как и шли. Ценишь? Да, понимаете? Да, хорошо. Вот. Да что, я же могу много говорить. Хорошо, ещё? Пожалуйста. Может быть, какие-то или общие, или конкретно, может быть, о бизнесе, или какие есть вопросы? Да любые. Если сейчас вы думаете, чем вы будете делять ещё для ваших, новая идея. У нас кофейня называется 1886 Bonomi. Это итальянский кофейный бренд. Мы зарегистрировали торговую марку, бренд Milano Bar. И нам бы хотелось, чтобы такие кофейные уголки с названием Milano Bar были по всей России. Глобальная цель. Это как продажа кофейных услуг, сервисов, кофейных уголков, как франшиза по всей России. Один есть уже недалеко от Казани, а поскольку у нас есть всё, кофе, товары, все, да, и знания и умения мы можем обучить желающих, кто хочет открыть такую кофейню у себя под названием Milano Bar. И можем потом дальше поставлять, соответственно, кофе и все необходимые товары. И такой глоток итальянской культуры в глубинке России. Далеко в России. Taste of Italy very, I don't know, very fine Russia from St. Petersburg, for example. Это хорошая идея. Да. Такие культурные, именно культурные центры получаются. Маленькие такие. Маленькие культурные точки на карте России. Culture points and tastes of Italy. Прекрасно. Ещё вопросы? Давайте, не стесняйтесь. У меня-то вообще нельзя стесняться. Задавайте. Всё, что хотите. Да, наверное? Да, конечно. Как ты выбираешь помощники? Помощников. Команду. Команду. Борист наш. Я предпочитаю, чтобы люди были постоянные. Вот в самом начале к нам пришла Алина, мы подали объявление, и она пришла с зелеными волосами. Были, да, зелёные волосы? Я подумала, а потом подумала, почему нет? Это же современный какой-то тренд, тенденция. Самое главное, она приятная, дружелюбная и хорошо работает. Когда человек умеет общаться с людьми, и он открыт, и ему нравится, что он делает, мне кажется, вот это основное. и когда ты вместе уже работаешь в команде, ты можешь человеку доверять. Когда ты можешь человеку доверять, это важно, потому что команда делает очень многое. Тогда тебе даже говорить не надо. Это называется, без слов можно говорить, только взглядом. Или интонацией. Я могу сказать, ага, или она знает, ага, это значит, я, она работает, не трогай, не спрашивай. Ну, за компьютером, например. Вот, так. Еще следующие вопросы. Это записывайте лексику и формат лексику. Есть, может быть, вопросы? А что вы продаете? Шторы. Шторы? Ну, во-первых, как говорила моя учительница, нужно задавить вежливостью. Задавить? Это как давить? Вежливостью. To be very polite. Ага. Но все зависит от человека. Вежливо, зная, что люди разные, защита, и рассказывать о преимуществах товара, да? Плюсах. Плюс. Почему хорошие шторы? Чем больше плюсов, но говоря вообще, продавая что-то, нужно задевать личную сферу человека. То есть, а для чего вам шторы? Разузнать, что ему нужно, понять, что ему нужно, чтобы предложить какие. То есть, у нас вот был небольшой семинар по продажам. Продавая что-то, тебе нужно как бы продать ведь не саму тряпку, да? А нужно понять сначала, для чего она человеку нужна, чтобы зацепить вот эту эмоциональность его. Ну, давай, кстати, потренируемся. Ты продаешь мне шторы. Давай. Я прихожу, да? Можете, давайте сюда. Давай сюда. Давай. Давайте, давайте практика. Чтобы на камере тогда уж игра была. Мне надо показать товар. Товар тоже, да. Ну, вы в офисе. Я прихожу. Здравствуйте. Здравствуйте. Яна. Джан. Очень приятно. Русские женщины руки не подают. Это я такая. Это я такая я, потому что в Европе еще пожила. Но вчера на презентации она сказала, это нормально было бизнесом. Да. Да, уже стали подавать? Отлично, потому что не везде. Если русская женщина стесняется подать руку, это тоже нормально. Просто знать. Просто обычно на самом деле женщина должна сначала подать руку, если она подает, тогда мужчина отвечает. А, ну что я и сделала. Если нет, тогда, ну, нет. Значит, она не знает об этом. Кто знает. Женщина, руку должна подавать первая женщина. Если не подает, значит, здравствуйте, просто. Ну, не всегда мы познакомимся с клиентом на выставке. Ага. И они знают... Уже про вашу марку, да? Да, продукцию. Да, продукцию. Ну, мы придумаем, что я к офису пришла. А, или на выставке. Мы на выставке? Да. Здравствуйте. Я видела, что у вас очень красивые шторы и ткани. Я видела вас в Инстаграм. Как будто бы. У меня небольшой салон штор. Мы шьем шторы. Мне бы хотелось узнать, можно ли покупать у вас ткани для этих. Ткани продаем? Да. Или шторы целиком вы уже? Мне нужны. Готовые шторы у вас или ткань? Нет. Мы производители... Производители штор. Шторы, да. Конкретных штор. Конкретных штор. А, отлично. Готовые под размер уже, да? Да, готовые. В Инстаграме я видела очень много красивых ваших штор. Мне очень нравятся ткани и фурнитура этих штор. У вас уже конкретные размеры есть там, правильно? Да. У меня салон штор. Извините, оптом. Оптом, я понимаю, да. У меня несколько точек в России, несколько салонов. Скажите, пожалуйста, какое минимальное количество вы могли бы нам отгружать, по какой цене? Какие у вас условия? Минимальное количество, это иначе... Сколько минимум вы можете дать, да? Минимум купить, на какую сумму? И какие цены? Любого цвета минимум 100 метров. 100 метров. Да. А какая цена? Цена бывает разная, всё зависит от ткани, да? Это от 3 до 20 долларов за метр. Да. Если мы покупаем для наших нескольких салонов не 100 метров, а 1000 метров, тогда у нас цена? Да. Тогда я могу предоставить вам более низкую цену. Более низкую цену, отлично, отлично. Скажите, пожалуйста, образцы, образцы какие-то вы мне можете дать? Образцы. Да. Мне надо показать, да? Нет. А вы можете мне с собой дать? Я поеду в Россию, чтобы я посмотрела интерес моих клиентов в салонах, нравится им или нет. Можно кусочки, образцов взять с собой? У вас есть такая возможность? Или прислать мне потом? Чтобы защищать наш... Бизнес? Нет, товар. Товар, хорошо. Товар, мы без заказа не можем отдать образцы. А, то есть мы должны купить минимум 100 метров, и вы нам положите образцы. Если вы заказали, тогда мы можем отдать вам сампул. Образцы. Образцы, примеры. Отлично. С первым заказом, хорошо. Тогда у меня вопрос по оплате. По оплате. Оплата. Предоплата. Возможно ли постоплата, потом сколько процентов? 100% предоплата или какие у вас? Кстати, что это? Предоплата. А, предоплата. А, сначала нам надо 10%. 10%. Да, процент. Хорошо. 10% предоплата? Да. А потом 90%? А 90%? Постоплата. Через сколько дней? Это 40 банка. Что? Кредит. Кредит. А, это кредит? Кредит. А. То есть кредит, когда часть, да? Часть, 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 кредит. Да. А, можно не 90 потом, а 40 и 50, да? Да. А через сколько дней, вторая оплата? Вторая оплата, тогда вы... Через сколько дней? Тогда, когда вы получили товар. Тогда я могу, например, 40% оплатить, а потом 50. Тогда вы получили товар, вам надо заплатить все. Все, остальное? Да. Все 90%? Да. А, окей. То есть 10% предоплата и 90% после получения товара. Да. А для вас получение товара каким документом подтверждается? Каким документом? Как покупатель докажет, что оплатил? Нет, что получил товар. А, что получил. Что для вас получение товара? Смотрите, то есть как вы понимаете, что клиент получил товар? Да. Просто email, что товар пришел? Да, да, через email или... По email. По email. А, то есть я просто как честный покупатель говорю, товар пришел, готова оплатить. Но бывают случаи, что email может не прийти. Тут нужно юридически подумать тебе для информации. Да, что будет документом, подтверждающим получение товара. Вот эта информация just for thinking. Понятно, да. Хорошо. Потому что... Вот совет этот спрашивал. Потому что я, например, да, я скажу, о, привет, все получили, довольны, высылаем деньги. А бывают те, которые email не пришлют. Скажут, ничего не получили. Да, и в договоре нужно четко прописать, что для вас является документом получения товара. Может быть, это будет как раз-таки документ таможенной декларации, что товар пришел с печатью. Да, надо подумать. Вот так. Ну, наверное, да. То есть тогда я возвращаюсь с выставки. Напишу вам email. Мы определимся с тканями. Посмотрим, что нам лучше купить. И вы пришлите, пожалуйста, ваш прайс-лист нам. Прайс-лист с ценами, да? И с условиями еще раз. Что это в русском? Прайс-лист. Прайс-лист. Это международное слово теперь. Прайс-лист и условия еще раз. Условия это conditions. Conditions. Условия поставки. Delivery conditions. Условия поставки. Поставки. О, тебе можно записать. А, поставщик. Поставщик, да. Соплайд. Условия поставки и условия оплаты. Payments conditions. Условия оплаты. Оплаты. Спасибо вам. Большое. И вам спасибо. Супер. Да. Молодцы. Спасибо вам. Это вам. Если не понимаете, можете спросить. Да. Еще? Есть какие-то вопросы? Потом спросишь у меня, когда что-то придумаешь. Есть вопросы? Или что? Или как? У меня вопрос. Что такое быть на седьмом небе от счастья? Отлично. Да, говорили эту фразу во время беседы. Поэтому вспоминаем, что мы говорили. Что такое быть на седьмом небе. На седьмом небе. А это быть очень рада. Отлично. По-другому сказать? Ну, да. Быть очень счастливым. Да. Чувствовать себя очень хорошо. Отлично. Самое сложное. Четвертый вариант. Что такое быть на седьмом небе? Со шторами. О, боже. Со шторами. Объяснение со шторами. Да. Как в бизнесе быть на седьмом небе от счастья? Если наши клиенты радуются со мной. Вместе со мной, да. Вместе со мной. Так, хорошо для меня. Спасибо. Отлично. Молодцы. Если вопросов нет, тогда спасибо большое. Спасибо за приглашение. Удачи не только в русском, но и по жизни. Во всем, во всем удачи и счастья. И чтобы вы периодически были на седьмом небе.